Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Приехала я к дочке помогать ей собирать вещи и наводить порядок в этой квартире. Вещей очень много, собирать очень долго. Ну, пока что мы тут с ней немножко пособирали в коробке, в мешке. Лежит вот так вот всё. Вот, видите, как лежит всё. Ну, пока вот так вот. И потихоньку будем вывозить. Ну, не знаю, сегодня вывозить, если приедет сын, может быть, поможет. А если нет, значит, может быть, завтра мы уже вдвоём Денечку в садик отведём и будем. Вывозить потихонечку вещи. Ну, вывозить нам ещё, можно ещё, у нас неделя даже с лишним есть. Так что потихонечку буду сейчас здесь ещё и прибирать. Собрала пока аптечку в коробку. Целая коробка прям полая. Но я пока её не закрыла. Ещё столько же, наверное, я выбросила уже просроченного такого повара, можно сказать. Это кто у нас тут стоит, кашляет? Стоит возле бабушки и вроде бы как кашляет специально, да? Да. О, привет, привет. 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 Деня пока потихоньку играет, бабушке ещё немножко мешает специально, да? Бабушка хочет, чтобы поиграла с ним. Вот мойку я хочу помыть. Сейчас убрать отсюда всё. Вымыть её как следует, чтобы потом быстренько протёрли и всё. В общем, надо ещё порядок навести. И за собой чистоту оставить. Ну что, мои хорошие, я уже начинаю сталкиваться вот с разными какими-то проблемками, которые нужно устранять. Вот небольшой тут налёт камня. Ну это вот вода здесь застаивалась, налёт каменный. В общем, буду пробовать разные средства и буду вам говорить, что я делаю и что мне помогло. Ну сейчас я хочу вот этот вот антиналёт попробовать, попшикать. Посмотрю, как он удалит вот этот камень. Если не поможет, значит тогда опять лимонная кислота, как же без неё, она всё удаляет. Антиналётом удалилось там всё. Так что я сейчас антиналётом ещё побрызгаю здесь. Ну видно, да, здесь вот эти вот жёлтые пятна. Их нужно вот поудалять, поочищать. Ну сейчас посмотрим антиналётом и что останется тогда лимонной кислотой. Всё это сейчас почистим. Будет чистенько. Ну вот, а теперь умывальничек, мойчика стала чище намного. Вот эти жёлтые все налёты поудалились. Ну в общем-то да, я справилась. Антиналёт частично убрал. И остальное очень хорошо убрала лимонная кислота. Всё, нету никаких вот этих жёлтых налётиков. Ну а стены я помыла вот этим средством. Зум. Это вот мы брали как-то с дочкой такой. Он вы. Ну вот нашла, что нашла, помыла стены. Всё, угол вот этот вот уже чистый, уже готовый. Потом просто надо будет быстренько раз-раз и всё. Остальное я уже отмыла. Денечка, а что ты смотришь? Маша и медведь смотришь? Машеньку, да, смотришь? Масинку. Машеньку, молодец. Ну смотри. Ну а бабушка тем временем капусту тушит с колбаской. А дочка с сыном поехали вещи отвозить, уже те, которые собрали. Сегодня ещё будем что-то собирать. Вот любимая дочкина капуста. Ну колбасу она не ест, может поесть, не знаю. Вот ничего такого не делала, а что-то я уже устала, я не знаю. Постирала бельё, мойку помыла, аптечку собрала, перебрала. Просроченное выбросила, в общем целая коробка получилась. И капусту тушу. Чувствую себя какой-то усталой, прям не знаю вообще. Ну конечно Денька сегодня ещё бесился немножко. Нервы трепал мне, не слушался. Видит, что вещи собирают. И давай на голове ходить. Ух, короче подустала я что-то. Ну ничего, так по мелочи ещё. Даже не столько физически устала, сколько вот голова вот такая. Кстати, вчера что-то болела голова. Но может быть это из-за того, что вот такая вот атмосферное давление, вроде как у нас повышенное. И в то же время дожди, непонятная погода вообще. Может ещё на погоду вот это влияет. Так что... Голос у меня ещё пока осипший. Не обращайте внимания. Так-то вроде уже получше. Хорошо, нормально себя чувствую. Ну в общем, голос ещё немножко такой репленький. Тушится капуста у нас на ужин. Ну и всё. В общем-то ещё немножко. Курадыню спать укладывать. Ещё часика три. И будем укладывать его спать. Доча с сыном пошли на квартиру вещи отвозить. И наверное, может быть даже они линулиум поселят на кухне. В общем, не знаю, что они там сейчас делают. Что успеют сделать. Ну в общем, мы сейчас уже с дочкой активно собираем вещи. И наводим здесь порядок. Оставайтесь со мной. Будете смотреть, что будет дальше. Я иногда забываю включать камеру, девочки мои. Что-то делаю. А потом думаю, ой, надо же было снять. Забываю. Ну, что смогу снять, то и сниму. Всем привет, мои хорошие. Доброе утро. Это уже у нас следующий день. Мы с утра уже встали, пособирали коробочки. И вот едем сейчас на квартиру отвозить частично, что мы собрали. И что-то там доделать нам надо. Докрасить стены. Где ты покрасила? Докрасить, где я не докрасила. Линулю может постелить надо будет. В общем, посмотрим сейчас по обстоятельствам. Я такая бледненькая, но не обращайте внимания, не до косметики совсем. Очень просто яркий свет светит. Яркий свет, солнышко. А вот у нас сзади, смотрите, наложили мы сколько всего. Хозяйство. Так это вообще... Наложили. Далеко не все. Прям наложили, да. Смотрите, сзади мы наложили. Ой, мы наложили сзади. Наложили мы, да. Вот. Ну вот мы едем. Ну вот, мои дорогие, приехали мы на квартиру. Вот мы сейчас сюда пока поскладывали вещи. Взяли вешалки. Повесили на вешалке что-то. Я тут полики протерла, потому что тут пыльно. В ванной тут уже поштукатурили стены. А что моя дочечка делает? А дочечка за мамой подкрашивает уголочки. Подкрасила. Как выяснилось, что мама красит хуже, чем дочка. У нее, получается, это лучше. Так что там, где я красила, немножко оставались пробилы. Но доча их исправила за мамой. А сейчас она красит балкончик. Самостоятельно, никого не доверяйте, не перекрасывайся. Мама там полики моет, порядочек наводит пока. А вот красить, это видно. К сожалению, не только моя. Ну, потому что я плохо вижу, и где там хорошо, где плохо. Тем более с водоэмульсионкой я как-то не сталкивалась. Я когда крашу краской, то я вижу, краской покрасила, и все покрасилось. Сегодня солнечный день, прямо. Кстати, я твоей подписчикам тоже скажу. Кто-то мне сказал, водоэмульсионка остальные цветы, она боится воды. Девочки, водоэмульсионка бывает разная. Я уже более пяти квартир лет пережила. Везде красила водоэмульсионкой. Эта водоэмульсионка не оставляет следов никаких ненадежных. Здесь не можно жить. Это первое. И второе, она еще есть водостойкая. Ну, то есть, можно мыть. Можно, если кто-то испачкал, там можно протереть, замыть. Прям влажной губкой протереть все. И ничего с ней не будет. Конечно, если долгое будет взаимодействие какое-то там с водой, возможно, можно ее отмыть. Хотя нет. Но она, блин, водостойкая. Там так и написано. Есть, наверное, не водостойкая. Есть водостойкая, есть глянцевая, есть матовая. Сейчас водоэмульсионок полно. Так что не ссыки. Скоро, водоэмульсионкой. Не написано, может быть, не водоэмульсионка. Белая краска для стен, спальни и гардеробной. Для помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой. Матовая. Без запаха. Влажная уборка. Ну, а как? Что бояться-то? Это я еще в своем блоге скажу. Может быть, это не водоэмульсионка. Может, я ее так называю зазря. И все переживают. В общем, нормальная краска. Это не водоэмульсионка, наверное. Простите сердечно. Все, нормальная краска мы красим. Она вот не пачкается. Все, нормальная краска. Так, ну и что еще? Тут я соорудила. Вот в этой комнате я решила организовать чаек, кофеек. Нашла запасной чайничек у нас там был маленький. И вот взяла кофе, сахар себе, чашечки. В общем, я теперь могу пить кофе здесь не в термосе, а прямо с чайника. Сухарики там взяла какие-то, баранки. Но это если захочется что-нибудь погрызть. Ну а что у нас с пейзажиком сегодня? Солнышко вот сейчас выдвинуло. И вот освещает нам. В общем, хорошенький пейзажик сегодня. Погодка хорошенькая. Классно. Ну, продолжаем работу. Зачурка любуется закатом. Снимает инстаграм для вас. Ну вот мы кухню положили линолеум. И теперь здесь на кухне просто красота. Балкончик мы прокрасили. Он беленький теперь. Стенки беленькие, чистенько. Хорошо смотрим. Ну, там вторым слоем еще надо будет, наверное, покрасить. Ну, классно. Все, сейчас собираемся домой. Проголодались уже. Завтра опять собираемся приехать. Ну, а в маленькой спальне пока вот сюда приносим сейчас вещи. Переносим потихонечку. Пока вот здесь вот так. Ну, а здесь, конечно, в прихожей у нас тут еще, в общем, такой вот бардак. Ну, еще работают. У нас туалет, ванна еще делают. Все, домой-домой кушать. Девочки, мы с дочей прибежали домой. Быстренько поели. Ну, она капусточку поела. Я бутербродов позакидала. И сейчас вот немножечко полежала. Здесь вот решила сделать соус. Сейчас на скорую руку. Ну, я буду делать это очень такой простой рецепт. В мультиварке, чтобы на ней не стоять. В общем-то, индейка. Я порезала кусочками индейку. Крупными кусками я порезала морковку. Потому что этот соус будет кушать дынечка. Но если что-то вот он не хочет, он картошку ест, индейку не ест, морковку тоже не захочет, лук выбирает. Ещё я нарезала небольшую луковицу. Половиночку болгарского перца у меня было. Лаврушечка есть. Ну и картошечку. Всё. Сейчас на режиме обжарка будет. На 10 минут поставлю режим жарка. Вот это сейчас всё обжарится. Даже сюда закину я ещё и лук. Потом я туда уже закидаю. Сейчас порежу картошечку. Залью водичкой и поставлю режим тушения на час. Всё. И пойду лежать дальше. А, ну ещё я использую соль адыгейскую. Она идёт с травами. Так как у меня зелени нету, вот уже как бы с зеленью сушёной. Такая вкусная соль. Вот. Ну и можно немножко перчика добавить, если кто-то перчик любит. Ну, так как для ребёнка я перец не буду туда попасть. Ну вот режим жарка у нас закончился. Я добавила сюда ещё немножечко приправки. Вот такая вот приправка для индейки есть. Сухая петрушечка и сухой укропчик. Я чуть-чуть добавила, чтобы немножечко придать вкусу. Теперь я вот эту вот картошечку порезала. Сюда выкидываю, выкладываю. Немножечко соли присолим. Всё это. И залью это водой, чтобы она чуть-чуть только появилась водичка. Вот, чтобы не было слишком. Хотите больше бульона, можно сделать больше бульона. Вот так достаточно. Всё, картошечка у нас закрылась водичкой. И хватит. На режим тушения можно на час поставить и пусть тушится. Тогда будет прозрачный бульончик. И мясо будет мягкое, картошка мягкая. Ну, не разваренное будет всё. Тушение на час. Ну, я пошла смотреть телевизор. Ну, в общем, девочки, вот так вот прошёл наш день. Сейчас уже вечер. Дочка пошла в садик за Денечкой. На мой внешний вид не обращайте внимания. Вид у меня бледненький, уставший. Не до косметики совсем. Вот, потому что работаем. И, в общем, сейчас озадачено совсем другими вещами. Вот, ну, а так потихоньку собираем опять вещи. Но сейчас у меня уже, честно говоря, уже нету сил ни на какие сборы. Я уже всё. Я сказала, соус сейчас довариваю, лягу, буду лежать, ничего не буду делать. Правда, сейчас придёт маленькая обезьянка и начнёт скакать на бабушке. А соус у нас уже почти готов. Осталось там пару минут. Надо заглянуть сейчас, что там у меня уже получается. Осталось 2 минуты. Я открою крышку. Ой. Так, чуть-чуть её так помешаю немножечко. Ну, тут уже всё готово. Всё уже славненько, прекрасно. Дочка уже не дождётся, когда приготовится соус. Я говорю, сейчас как раз ты с садика придёшь и уже будешь кушать. Всё, закрываю крышку и жду дочку с внуком. Ну вот, я налила уже в тарелочке. Вот такой симпатичный соус получился. Вот, налила и дочке себе, чтобы остывал. Скоро она придёт и мы будем кушать. Она, конечно, столько не съест. Это я положила, потому что мы картошечку ещё отложим Денечке. Он у нас любит картошечку с бульончиком. Ну, просто уже положила сразу, чтобы остывала. Вот такой вот у нас сейчас тут бардан к прихожей. Вообще вещи разбросаны. Мои уже поднимаются, уже по лифте едут. Я их встречаю. Ой, кто пришёл. Ой, что это у тебя? Снеговик, смотри. Это ты нарисовал. Вау, какой ты молодец. Снеговика нарисовал. Смотри, какой он у тебя красивый. А мы как думали. Замёрзли, да? Там ветер сильный на улице. Да, мы тебе хлеб купили и кашу. Ну, молодцы какие. Всё тебе. Молодцы, и кашу тоже мне. Скажи, бабушка. Бабуля. Скажи, бабуля, привет. Снимай. Раздевайся. Я уже соус налила в тарелочке. Остывает. Вау, я такая голодная. Ты рада? Очень. Сейчас. Мы сейчас будем кушать. Давайте, раздевайтесь и заходите. Раздеваемся. Семейный ужин, да. Денечка, тебе нравится картошечка? Вкусный соус бабушка приготовила. Денька пришёл с садика. Бабушка, она спотчивает вкусным соусом. Вообще, очень классно, когда вот с детьми вот так все вместе садятся, а он тогда кушает. Когда видит взрослую кушает, он кушает. Ну, да. Ну, всё, мне не терпится уже поесть. Вкусно? Вкусно? Вкусно, День? Вкусно, вкусно. Ну, короче, без комментариев. Что-то там Деня ищет. Чучева нашёл. Нет, другой чучеву хочет. Это на русском языке, а ему, наверное, надо на английском, да? Делает зарядку, упражнения делает под этот мультик. Всем доброе утро. Вот знаешь, вот чем дольше тянется этот ремонт, тем ненавистнее он становится. Вот как бы радость на самом деле, радость. Но когда оно тянется, ё-моё, бесит. Ну, потому что надо быстрее переехать. Хочется побыстрее уже переехать. А эти рабочие? В общем, короче говоря, сейчас нам доставщики позвонили, что стиральную машину нам везут. И вот мы сейчас быстренько туда выдвигаемся. Взяли три баула с вещами, быстро покидали. Ну, большие сумки. И едем сейчас встречать доставщиков, встречать стиральную машину. У-у-у, стиральная машина! Вот такая радость! Да. Ну что, мои дорогие, съездили мы на квартиру, сумочки оставили, указания дали, получили мы стиральную машину, привезли нам её, всё. Мамку выбирала? Я выбирала. На профи? Да, я выбирала вот прям такую стиральную машину, какую бы я купила в себе вот сейчас, на данный момент, да, если бы мне не было той. Вот. Ну, а сейчас... А у тебя круче стиралку нет? Ну, на тот момент, когда я покупала, она была... Она просто премиального класса, электролюкс. Я тогда вот взяла её, притом у меня итальянская сборка, а потом они закрыли завод в Италии и открыли его в Украине. И вот те, которые уже стали уже в следующие сборки приходить на магазин стиральных машин, ну, подобные, они во многом уступали даже внешне и даже на ощупь, уже невзирая о том, что там внутри. Вот итальянцы, а! Да. Ну, понимаешь, как бы... А у меня какая сборка? У меня не электролюкс. У тебя Бош, и у тебя стоит завод Бош, Бош-Семес, стоит завод в городе Стрельни, под Питером. Под Питером. Там уже хорошая. Вот, да. Там стиральные машины, холодильники выпускают для России и для ближнего зарубежья, хотя и для дальнего тоже зарубежья там что-то выпускают. Ну, в общем, там большой завод, там немецкое оборудование, там всё делается очень хорошо. Не буду я сейчас загружать вас просто этой всей теорией. Я потом расскажу, когда буду показывать свой обзор, посвоевать. Ну, самое главное, просто я знаю, что машинку, которую мы выбрали, она хорошей загрузки, она глубиной 45 сантиметров, при том, что 7 килограмм загрузка максимальная там. И там очень хорошая технология, 3D-вашинг есть. В общем, хорошая машинка, короче. Уже будем тогда стирать, потом буду про неё рассказывать вам. В общем, пока мы едем, пока мы едем прямо, да, мы едем по проспекту Шолохова, хотим съездить на, какой ты говоришь, там рынок или что? Атлант. Атлант. Я там ни разу не была, но вот заодно и посмотрю, что. Ну, и заодно вам сниму, что вам тут сниму. Это, конечно, не центр города, и у нас сейчас пасмурно. Это вот окраина, да, это уже выезд на Новочеркасское шоссе, это по проспекту Шолохова мы едем. Но мы не по проспекту Новочеркасского шоссе будем, а вообще по проспекту. А, кстати говоря, проспект Шолохова раньше назывался у нас Новочеркасское шоссе. Я когда работала в аэропорту, я жила здесь вот в общежитии, и вот Новочеркасское шоссе был адрес. А проспект 40-летия Победы раньше назывался улица Оксайская, И по этой дороге можно было выехать на Аксай Вот А когда доча родилась Вот в том же году у нас и поменяли В 85-м году 40-летие победы назвали Мое рождение несло перемены Не просто так, да Вот сейчас мы проезжаем мимо рынка Алмаз Здесь у нас Что у нас, всякие запчасти продают для автомобиля Все для машин Да, много чего там для машин И я, когда у меня была машина Калина Я очень часто ездила на этот Алмаз Потому что мне постоянно приходилось что-нибудь менять А здесь у нас рынок классик Здесь всякая параху Вот Потом поехал дальше Пошел дальше рынок классик Да И тоже всякая мелочок Которая стоит дешевле, чем в магазине Да, всякая всячина Коляски там Ну, не знаю, гирлянды Я даже не знаю, что тут перечислить Вся мелочевка, всякая всячина Всякий хлам Хлам Игрушки Здесь много очень игрушек продается Всего Вон везу Впереди магазин посудок Устовары Обт-розница Планета одежда Обувь даже есть посудок А если мы проедем чутка дальше А если мы проедем чутка дальше То дальше будет уже Атлант рынок Он огромный Там есть все Вот я не помню, была я там или нет Но что-то мне кажется, что не было, наверное Альтус какой-то Что за Альтус мы проезжаем? Да, Альтус даже Не рынок, нет? Нет, нет Вот куда? Вот, смотри Атлант 0,3 300 метров, значит, да? Атлант 0,2 Почему здесь 300 метров? Ну, в общем, рядом 200 или 300 метров от дороги, да? Так, так Пока не помню Пока не помню Я была, знаешь что? Я была в рынке Вот что-то типа вот такого рынка Но это было в 90-х годах И он был допотопнее И вот сейчас мы едем Мы смотрим направо налево Где у нас будет написано Сантехника Это что это за человек? Немножко неровная тут дорога Немножечко трясет Ну, вот тут стройматериалы Ламинут, плитка Сантехника Так, сантехника Раз Здесь смотря какая Нам нужны именно Шванны И все дела Еще надо аккуратно ехать Для рынка Все в разнобой как-то Девочки, какая тут красота Зашли в магазин на рынке Тут столько сантехники Два этажа Ну, вот со столешницей Есть такой вариант С мойкой Там что-то еще Здесь столько всякой красоты Ну, вообще В общем, магазин сантехники Такой Душевые кабинки есть Разные Ванны такие Крытые Закрытые А вот ванны Вообще Прикольно Спасибо Раз на полу стоит В общем, здорово Ладно Пошла я вниз Вот еще душевая Такая вот А вот еще вариант 67,5 тысяч Ванна для двоих Еще с такими Подушечками Для головной Так это вообще Джакузи Ну, вообще Классно Прикольненько Разный вариант Есть вот с такими Цветочками Под дерево Сделано Цветные тумбочки Кстати, я видела Там цветные унитазы Разных цветов И цветные краники Есть тоже Это вот, наверное Какая-то такая Под какой-то дизайн Вот краник Оранжевый Гусаки Видите, разноцветные Вообще Они еще гибкие Сгинаются Ой, классно Вот И разные Такие разных цветов Унитазы Вообще Прикольный Класс Вот тоже зеркало С тумбочкой Салатного цвета Красиво Красиво Такой вот дизайн Вот джакузи Боковое Тоже Литийный акрил Класс Вот голубенький Такой симпатичный Комплектик В общем, короче говоря Здесь очень-очень Огромный выбор Вот еще черный Бордовый цвет Класс Ну вот, мои хорошие Я уже приехала домой В общем, ванную мы выбрали И нам ее сразу же Доставку сделали Прямо через час Мы только успели Приехать домой И буквально там Через 15 минут Приехала машина И привезла нам ванну Вот И меня дочка Отпустила домой Для того, чтобы я могла Уже вам Вот это видео Смонтировать Ну и отдохнуть заодно Пока она там будет Вещи потихонечку Складывать свои У меня Парочка дней Будет для отдыха Поэтому я хочу Это видео Сейчас закончить Для того, чтобы Его уже Для вас смонтировать Ну а кому Мое видео Понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Кто еще не подписан И до новых встреч Мои дорогие Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok